Он был построен в 2015-м, но полной музейной жизнью зажил сегодня. Уникальный комплекс, подобных которому в России нет. Идея его создания вынашилась почти 20 лет. Год ушел на проектирование, два на строительство. Еще почти год сотрудникам нового музея Куликово поле понадобилось, чтобы создать масштабную экспозицию. На ее открытии министр культуры Владимир Мединский преподносит в дар музея артефакт. Подлинную саблю конца 14 века. Она найдена на Куликовом поле в ходе раскопок. Этот символический акт освидетельствует о окончательном формировании экспозиции. Особенность новой экспозиции, сказание о Мамаевом побоище, новое прочтение – это многочисленные мультимедийные и интерактивные элементы. Посетители музея как бы погружают во времена Куликовской битвы. В центре главного зала – диорама. Она со специальной подсветкой воссоздает события, которые происходили на первом ратном поле. Нам нужно было рассказать историю длительности, поэтому мы сделали, условно говоря, самое интересное с нашей точки зрения переулка. Это вот командиры отмечены красным. Если будут огоньки загораться белым, понятно, что память свеча, командира того или иного, полка погибает. Это ставка Мамая. В этом же зале можно пострелять из лука, натянуть тетиву и запустить стрелу, правда интерактивную. Такие площадки чередуются с выставочными витринами. В них подлинные находки. Наконечники стрел, элементы кольчуг, булавы. Их археологи собирали три десятка лет в ходе многочисленных экспедиций на Куликовом поле. Всего под стеклом около 10 тысяч экспонатов. Площадь экспозиции – 2000 квадратных метров. Среди первых посетителей – воспитанники Тульского Суворовского училища. Они видят, как история оживает буквально на глазах. На огромных экранах – реконструкция сражения полков, пересвета с Челубеем. В музее было очень интересно. Тут всякие, очень разные макеты есть. Очень реалистично все. Паттограммы. Два музея есть. Вот это взрослый музей, есть детский, там разные игры. Можно посмотреть все макеты, ну как бы объемно. В новом музее продуман не только каждый элемент экспозиции. Здание выполнено так, чтобы создать представление о Куликовской битве и не нарушить исторический ландшафт. Музей находится между Красным холмом и Куликовым полем и больше напоминает курган. Покатая крыша покрыта дерном. На 40 гектарах земли построены почти четыре десятка зданий с гостевыми домами, центром приема туристов. Владимир Мединский отмечает то, что в чистом поле появится такой масштабный музейный комплекс. Еще три года назад было трудно представить. Это фактически завершение комплекса работ по созданию с нуля огромного туристического музейного комплекса. И все это сделано за истекшие три года. Решение о создании было принято музея президентом на рубеже 2011-2012 годов. Затем проектирование. И вот в кратчайший срок под ключ, мне кажется, это прекрасный объект международного уровня. Алексей Дюмин добавляет, до Тульской области это еще одна точка роста туристического потока. Туризм – одно из главных направлений развития региона. Здесь использованы самые современные технологии, здесь представлены артефакты и такие вещи, которые имеют и археологическую ценность, и научные современные разработки. Здесь сплетены очень важные, ценные такие вещи, которые несут за собой как информационную, но самое главное – насыщенную познавательную нагрузку. Внутренний туризм в стране становится все более популярным и востребованным. В прошлом году Каликово поле посетили более 160 тысяч человек. Устроители музея уверены, что с его открытием эта цифра возрастет в разы. Надежда Милехина, Вадим Роженков, Руслан Кравченко, Первый Тульский.